Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о дисфункции яичников. Когда мы говорим о дисфункции яичников, то под этим понимаем такое расстройство гормонообразующей функции яичников, которое ведет к отсутствию овуляции и нарушениями стройного цикла. Помним, что яичники имеют присуществующую роль в этой регуляции женского цикла. Соответственно, проявлениями дисфункции яичников служат дисфункциональные маточные кровотечения, то есть кровотечение продолжительностью свыше 7 дней, после задержки менструации дольше 35 дней или частые нерегулярные беспорядочные менструации, проходящие через разные интервалы времени. Ну, о дисфункциональных маточных кровотечениях, по-моему, через лекцию говорили. Они, по-моему, точно говорили, напомним, что нормальный менструальный цикл считается по разным данным, где-то от 21 дней до 35 с менструальными кровотечениями продолжительностью 3-7 дня. Ну, это так общепринятые, во многих учебнях написаны цифры. Ну, в общем и целом, скажем, нормальная, конечно, менструальная продолжительность – это 3-5 дня, не более того. Если больше 5 дней, значит, заставляют задуматься. Меньше 3 дней тоже соответствующе. Нормальный менструальный цикл – значит, 21 день до 25 дней. Ну, также есть и другие данные, то, что будете готовы. Об этом тоже мы с вами говорили. Еще раз скажу, что, в принципе, это 28 плюс 2 – 3-4 дня, плюс-минус. Да, то есть не более 32 и не меньше 24. Вот все вот это и есть, и считается по разным данным нарушением менструального цикла. Ну, а физиологическая норма кровопотери никак не 200, никак не 250, это где-то 50, ну, 100-150 миллилитров. А всему любые отклонения в ритмичности, длительности менструального цикла и объеме кровопотери расцениваются как проявление дисфункции яичников. То есть три параметра – это, значит, ритмичность, это длительность и объем потерянной крови. Регуляцию деятельности яичников осуществляют гормоны передней доли гипофиза, это лютоинизирующий гормон, гипофизарный гормон, не забывайте, да, и фолликулостимулирующий гормон, но и пролактин. Определение соотношения этих гормонов на каждом этапе цикла обеспечивает нормальное, то есть определенное, простите, соотношение этих гормонов, ну, в зависимости от дня, конечно, на каждом этапе менструального цикла и обеспечивает нормальный яичниковый цикл, во время которого и происходит, собственно, овуляция. Посему в основе дисфункции яичников лежат регуляторные нарушения со стороны гипофизарной системы, приводящие к проблемам с овуляцией, к анавуляцией в процессе менструального цикла. При дисфункции яичников отсутствие овуляции и фазы желтого тела вызывает различные менструальные расстройства, связанные с недостаточным уровнем прогестерона и избытком эстрогенов. Об этом могут свидетельствовать, скажем, уже понятно, нерегулярную месячную, их скудость или напротив интенсивность кровотечения в межменструальные периоды. Проблемы с беременностью, зачатием даже, то есть невынашивание беременности или само бесплодие в результате нарушения процесса созревания яйцеклетки и овуляции. Тянущие, сводкообразные, чувствуют дискомфортно, тупые боли внизу живота, в пояснице, в предменструальные и менструальные дни, а также в дни предполагаемой овуляции. То есть, ну, больше, чем дискомфорт, скажем, что дискомфорт обычно это бывает. Тяжело протекающий предменструальный синдром тоже характерен, проявляющийся вялостью, плаксивостью, апатией, либо напротив, раздражительностью. Ну и так называемые циклические или дисфункциональные маточные кровотечения частые, то есть с перерывом менее до 21 дня, ну или редкие, с перерывом более 35 дней, обильные, то есть кровопотели более 150 миллилитров и длительные, более недели. Ну и наконец-таки, собственно, амминария, то есть ненаступление менструации в срок, ну, по разным данным, разных источников разное, но в принципе, ненаступление менструации в срок более 6 месяцев есть амминария, 6 месяцев. Значит, каждый из этих симптомов дисфункции яичников по отдельности является серьезным поводом для консультации гинеколога и обследования, так как ведет к серьезным проблемам, как, кстати, в зачатии, как в деле зачатия, то есть невынашивание плода, да и самому бесплодию, да и другим проблемам. Ибо дисфункция яичников может говорить и о возможной, в каком-то не совсем таком хорошем процессе, скажем, тоже злокачественной опухоли гитинного образования. Что касается беременности, также может быть и внематочная беременность, о ней тоже мы говорили, а также послужить толчком к развитию, значит, в особенности у женщин такого, ну, старше 40 лет, развитие различных проблем, как тамиома матки, эндометриоз, мастопатия, рак молочной железы. Нам о эндометриозе мы говорили, но вот вижу по письмам, видно, надо будет снова кое-каким к вопросам снова обратиться. Это не совсем хорошо уяснили студенты, чего уясним. Так, кстати, напомню тем, кто только-только подключился, что это цикл передач, не такого узкого очень профиля, он так скорее рассчитан на препознавательную тему, конечно, и рассчитан главным образом, вероятно, и также и на студентов старших медицинских курсов, то есть, невероятно, а так мы задумывали, которые готовятся в этом или в будущем году сдать, значит, государственные медицинские экзамены по специальности врачебное дело, где есть гинекология. Ну, ладно, по этим вопросам тоже я посмотрю, как будет, наверное, так же обратимся. Значит, какие же причины дисфункции? То есть, это воспалительные процессы в яичниках, но те же эуфориты, да, или в придатках, но если придатка, то это сальпинговые эуфориты, они же аднекситы в матке, это эндометриты, цервициты. Все эти процессы могут возникать в результате ряда элементарных, значит, несоблюдений, элементарных правил гигиены, то есть, гигиены половых органов, может быть, занос возбудителей с кровотоком и лифотоком из других органов брюшной полости и кишечника, кстати. Ну, есть какие-то там переохлаждения, простуды, какие-то правила, нарушения, вернее, правила грамотной техники спринцевания влагалища. Кроме этого, значит, кроме воспалительных процессов, это могут быть и заболевания яичников, матки, великое множество там, это и опухоли яичников, это и аденомиозы, тоже говорили, да, донетриозы, ну, опухолевые, да, там, фибромиома матки, рак шейки матки, тело матки и так далее. Наличие сопутствующих эндокринных расстройств, как приобретенных, так и врожденных, скажем, тоже ожирение, сахарный диабет, болезни щитовидки, надпочечников, гормональный дисбаланс, вызываемый в организме, значит, различными заболеваниями, вот этими заболеваниями, которые я перечислил, сахарный диабет, щитовидка, надпочечники, ожирение, самая, значит, очень широко распространенная проблема, особенно ожирение диабета, ну, и в нашем регионе щитовидка, так вот гормональный дисбаланс отражается и, понятно, на репродуктивной сфере, вызывая дисфункцию яичников. Не будем забывать и о нервном перенапряжении, истощении, в результате какого-то психоэмоционального стресса, физического, психического, психологического, вернее, переутомления, нерационального режима труда и отдыха, вот это еще более грешат жители городов, да, в общем, неправильно работают, неправильно отдыхают, это не может не сказаться на женском здоровье. Ну, вот такие искусственные прерывания беременности, особенно очень опасен, значит, этот аборт при первой беременности, когда перестройка нацеленного на вынашивание беременности организма резко обрывается, очень, так скажем, часто это вызывает устойчивую дисфункцию яичников, что в будущем грозит бесплодием, поэтому много раз на эту тему мы говорим, что вот эти аборты, особенно первой беременности, очень плохо сказываются на здоровье женщин, поэтому по-всякому надо как-то уберечь женщину от того, чтобы это произошло, как это сделать, это очень серьезная проблема, и воспитание, и, я не знаю, и на уровне семьи это надо проводить, и на уровне какого-то организации здравоохранения, но бороться с этим злом, величайшим злом надо вовсю, то есть я сейчас вижу эти движения, значит, женские движения, якобы женские, конечно, они ясно, откуда растут ноги, значит, по всему миру, борьба за аборты, за право женщин на прерывание беременности, это, конечно, не может нас не печалить, но как в плане этическом, да, потому что аборт – это всегда нарушение врачебной этики, так и в плане просто моральном, потому что нельзя убивать детей, также в плане, ну, просто медицинском, что очень плохо сказывается на здоровье женщин, и все это оканчивается, значит, бесплодием, а бесплодие – это уже болезненное состояние, это потом чревато различными проблемами, вплоть до самых страшных. Кстати, и вот неправильное расположение в полости матки внутриматочной спирали, я, кстати, являюсь одним из противников вот этого метода, да, потому что больше проблем, чем пользы, постановка внутриматочной спирали должна проводиться строго при отсутствии противопоказаний с последующими регулярными контрольными обследованиями, чего никогда не практически не делается, поэтому лучше, конечно, это спиральнее использовать. Внешние факторы, значит, это смена климата, какая-то чрезмерное воздействие солнечных лучей, или наоборот, вообще-то люди не видят солнце долгое время, тоже очень плохо влияет. Ну и кроме, если уже сказали об лучевой инсуляции, надо не забыть о лучевых каких-то повреждениях, прям ряда лекарственных препаратов, ну и так далее. Иногда бывает вполне достаточно единичного нарушения менструального цикла, чтобы развилась стойка дисфункции яичников. Об этом надо помнить и не забывать. В общем, очень трудно ее потом коррегировать. Обследованием и лечением дисфункции яичников занимаются современные узкие специализации в гинекологии, которые называются гинекологи-эндокринологи, если нет, то просто, ну, что нету других специалистов, то просто гинекологи. Терапевты мы, кардиологи, тем более этим делом не занимаемся, но надо знать, и, значит, как-то надо спрашивать всегда женщину при анамнезе, не важно, какая у вас специальность, хирург вы, травматолог ли, кардиолог ли, не важно, всегда надо спрашивать, как проходит цикл. Всегда у женщин надо спрашивать. При подозрении на дисфункции яичников, значит, прежде всего исключается какую-либо собственную хирургическую патологию, да, скажем, даже одниматочная беременность или опухолевые процессы. Гинеколог проводит анализ менструального календаря женщины, выслушивает жалобы, проведет соответствующий гинекологический осмотр, составит план, значит, дальнейших действий в плане диагностики. Ну, а диагностик это выведет потом и на методике лечения. Значит, ну, стандарт следующий, значит, диагностики, это, это ультразвук, то есть УЗИ органов малого таза, УЗИ надпочечников. Очень здорово делать УЗИ щитовидной железы. В последнее время они еще не вписаны в рекомендации, но, хотя бы в некоторых странах уже есть, обязательно проводить УЗИ щитовидки у женщин, это в обязательном порядке. Хотя я бы больше, если бы давал бы не столько УЗИ, УЗИ-то само собой разумеется, как бы вот плановые обследования на хотя бы только ТТГ. Делается и микроскопия, и подпасев секрета влагалища на флору. ПЦР диагностику делают также, для исключения, скажем, каких-то там половых инфекций. Ну, там, кандидоз тоже, уроплазма, микоплазма, хламидиосты, хомоноста и так далее, и так далее. Пределение уровня содержания половых гормонов, тут и пролактин, тут и ФСГ, ИЛГ, и прогестерон, эстроген. Кстати, это проводится содержание половых гормонов, понятно, не только в крови, но и в моче. Пострадавшим моче, наверное, важнее. Вот анализ крови на содержание, значит, гормонов щитовидки сказали, на почечниках лучше не забывать, тоже следует не забывать. Если позволяет, значит, клиника, я надеюсь, она позволяет сейчас крупной клинике есть, проводить кроме рентген исследования черепа, МРТ и ката головного мозга для, собственно, выявления проблем с гипофизом. Ну, электроэнцефалогографию головного мозга для исключения каких-то там локальных патологических изменений местных. Гистероскопию с прицельной биопсией шейки матки, ну, или диагностическое выскабливание полости и канала шейки матки для последующего гистологического исследования кузова, вот этих кусочков эндометрия. Надо понимать, что стоят схемы обследования больной, страдающей, ну, подозрением, да, наверное, на дисфункцию яичников составляется индивидуально, в каждой конкретной ситуации не обязательно включают вот все то, что я сейчас перечислил. Успех коррекции дисфункции яичников во много определяется степенью, временем, да, как только от начала дисфункции, степенью выраженности расстройства, поэтому любые нарушения менструального цикла должны осторожить женщину и заставить ее пройти полную диагностику гинеколога. Просто встречаются женщины, которым вообще все это наплевать, да, но надо как-то призывать какую-то банальную медицинскую громадость. В общем, надеюсь, что эти передачи смотрят не только, в общем, студенты, не только врачи, не только организаторы здравоохранения. Очень радуюсь тому, что вот присоединяются вот к письмам и обычные граждане, рядовые граждане, так что любят, которые интересоваться здоровьем, что очень-очень хорошо. Так что будьте внимательны, да, любые какие-то нарушения, значит, вашего цикла, да, такие внеочередные, обязательно обращайтесь к гинекологу. Ну, а женщинам с хронической дисфункцией яичников в избежание серьезных осложнений рекомендуется динамика, то есть динамическое наблюдение, обследование у гинекологов не реже 2-4 раза в году, даже при отсутствии каких-либо субъективных изменений в состоянии, он находится на учете обязательно. Вообще-то женщина с определенного возраста должна находиться на учете у гинеколога, очень желательно, так и особенно женщина с дисфункциями. Ну, что касается врачебных манипуляций, то есть комплекс лечебных мероприятий при дисфункции яичников преследует ряд конкретных целей, это коррекция неотложки, то есть если там кровотечение, остановка кровотечения, устранение причины дисфункции яичников, ну, а затем восстановление гормональной функции яичников и нормализация менструального цикла. Понятно, что все это требует времени. Лечение дисфункции может осуществляться стационарно, ну, по показаниям либо амбулаторно, амбулаторно при легком, таком, не опасном течении дисфункции яичников. На этом, на этапе остановки кровотечения начинается гормональная гомеостатическая терапия. В случае неэффективности проводится раздельное выскабливание слизистой оболочки матки с лечебной диагностической целью. В зависимости от результата гистологического анализа назначается дальнейшее лечение. Но дальнейшее лечение зависит от причин, которые вызвали заболевание. При выявлении хронических каких-то воспалительных процессов, понятно, проводится лечение, вызвавшее ее инфекцией, в том числе и, понятно, венерических, то есть передающихся половым путем. Коллекция эндокриньки, да, которая вызвала дисфункцию яичников, проводится назначением соответствующей гормонотерапии. Требуется, конечно, такая тонкая настройка, но вот очень я рад тому, что такая идет более узкая специализация гормонов, гормонов, эндокринологов, гинекологов, это правильно. Но получают иммунитет дисфункция яичников назначением грамотного питания, большого количества употребляемых жидкостей. Ничего не имею против гомеопатии, лично я не имею, просто надо найти хороших специалистов по гомеопатии, потому что сейчас сплошь и рядом какие-то шарлатаны, а не специалисты. Те же, значит, нестандартные подходы, кроме витаминных комплексов, назначают БАДы. Проблемы БАДов мы знаем, да, вот, во-первых, производитель должен быть хороший, зарегистрированный, во-вторых, избегать всех этих, так называемых, сетевых маркетинговых каких-то штучек, да, еще очень люблю, когда препарат покупают с руки. Препарат должен покупаться только и только в аптеке. Важное значение в общем лечении дисфункции яичников отводится нормализация режима, образа жизни, нормализация режима, образа жизни, то есть в это входит и питание, и потребление воды, физической активности. Да, кстати, что касается потребления воды, один из, значит, товарищей мне написал, значит, довольно пространное письмо, кратко я бы хотел здесь ответить, что важно потреблять именно жидкость, а не воду, ссылаясь на какого-то авторитета, значит, что лучше есть фрукты, овощи, общее потребление жидкости, значит, общепотребляемая жидкость с этим я могу согласиться, отчасти, конечно, только отчасти, но если уж так хотите пить разные какие-то соки-напитки, один стакан воды не равноселен, а тому стакану, значит, сока никак не может быть равноселен, поэтому лучше выпить стакан воды или минералки, в крайнем случае какого-то такого легкого кисломолочного продукта, но никак не соки, потому что чтобы из сока выделить воду, организм требует силы и энергии, поэтому рекомендации, пить стакан-два натощак, да, за 15-20 минут до еды, он в силе, если вода вам противна, то можете воду заменить минеральной водой, то есть воду с солями, особенно в это жаркое время, вот сейчас я спорюсь, не буду продолжать спориться, охоты никакой нет, значит, важное значение, я снова повторюсь, значит, прервалась моя мысль, важное значение в общем лечении дисфункция яичников, возводится нормализация режима, образа питания, образа жизни, питания, вода, физическая активность, а также физиотерапия, там, я не знаю, что там ходит в физиотерапии, значит, отдых, карш, полноценный отдых и психотерапевтическая помощь, если надо, а иногда бывает и нужно. С целью дальнейшей профилактики, значит, маточных кровотечений и восстановления регулярного менструального цикла при дисфункция яичников применяется терапия, обычно это терапия препаратами прогестерон, на уровне, на 100 веках прогестерона, с 16 по 26 день цикла, ну, специально отмечают они, специалисты, да, как, что и принимать, еще важно, конечно, принимать правильно. После этого курса в течение 7 дней начинается менструация, и ее начало расценивается как начало нового цикла. После этого могут назначаются гормональные комбинированные контрацептивы для нормализации менструального цикла. Кстати, когда мы сказали о нормализации жизни, то жизнь шла, и когда все уже стабилизировано, и нормализация не только физической активности, но и нормализация половых, половую рабочую функцию, да. Обычно, когда женщина снова как-то отходит от своих бзиков, начинает нормально жить, по-моему, половой жизнью со своим мужем, то очень часто многие вопросы решаются. Кстати, женщина, которая ранее наблюдала дисфункцию яичников, установка внутриматочной спирали противопоказна. Вообще плохо подношусь к внутриматочной спирали, но, кроме всего прочего, я замечаю, что назначается, ставится спираль общей женщине без сбора анамнеза. Есть дисфункция яичников, нет дисфункции яичников, ставят гинекологи, да, там, ну, сейчас эта процедура вообще как, легче, чем ударить зуб. То же самое, кстати, касается абортов, что, конечно, очень печально. Так что очень будьте внимательны, дорогие мои будущие коллеги, ну, и те женщины, которые сейчас меня слушают. В принципе, на этом можно было бы, значит, закончить. Ну, тут был вопрос про дисфункцию яичников и планирование беременности. Поэтому на этот вопрос тоже ответим, и на этом сегодня закончим. Подготовку и осуществление беременности при дисфункции яичников необходимо проводить под жестким контролем, ну, имеется в виду контроль и помощь, конечно, у гинекологов, вот этих гинекологов, эндокринологов особенно. Это проходит необходимый полный курс терапии, направленный на восстановление овуляторного менструального цикла. То есть, кроме нормализации, то, что мы говорили, да, жизни, питания, воды и всего прочего, и проводится соответствующее лечение. Чтобы восстановить овуляторный менструальный цикл. При дисфункции яичников с этой целью назначается гормональное лечение препаратами хронического гонадотропина, кламмифена, сейчас я уже не помню, кто это там был, по-моему, менотропин, который применяется, начиная с пятого дня менструального цикла, по девять включить, по девятый день включить. Ну, это такие довольно сложные схемы, это вам сейчас можно даже не помнить, вряд ли это будет вопрос на экзамене, но, соответствующая такая терапия есть, учитывая дни менструального цикла. В течение курса приема назначенного препарата, неважно какого, с помощью сканирования УЗИ, ну, эхов, банального эхов, фиксируется скорость и степень, полноценность, что ли, созревания фолликула. При достижении фолликула в необходимой степени сделанности размера где-то 18 миллиметров и толщины эндометрии 8-10 миллиметров начинают давать женщине хорианические гранатерапии на человека, да, ХГЧ, которые вызывают овуляцию. Подобная стимуляционная терапия обычно в течение еще трех проводится, обычно еще в трех, ну, по некоторым данным, двух-трех, в общем, где-то в среднем трех, значит, последующих менструальных циклов, затем еще в течение трех циклов применяются, примерно, препараты группы прогестерона, это где-то 16 по 26 день менструального цикла, контрольное наступление овуляции осуществляется с помощью, ну, кроме УЗИ, да, с помощью банального измерения, значит, базальной температуры, ректальной, да, и контрольным, опять же, значит, ультразвуковым исследованием. Ну, по-составе, составляется общая картина и становится понятным, на каком этапе мы находимся. Методы лечения дисфункции яичников, которые применяются, во многих случаях позволяют добиться, во многих случаях добиться стабилизации менструального цикла и регулярного наступления овуляции. Главное, вовремя обратиться. Благодаря этому, женщина может спокойно забеременеть, иметь нормальную беременность и, наверное, выносить здорового, хорошего ребенка. Ну, в принципе, все, просто, захотелось бы подчеркнуть такую мысль, что вот, вообще, женская репродуктивная система, о нем мы еще будем много говорить, я думаю, не разу обращаться к этой теме. Как писалось в одном из учебников, этот термин мне очень понравился, это зеркало. Действительно, это зеркало, в котором отражается общее здоровье организма. И она первая, наверное, одна из первых, так скажем, реагирует на возникающие патологические состояния, нарушения менструальной и диетародной функции. Поэтому каждому врачу, неважно, какой он угроз в себе стезе в медицине, какая узкая специализация, это кардиология, это, я не знаю, хирургия, неважно, неважно. Обязательно, если обращается к вам женщина, спрашивать про менструальный цикл. Не стесняться этого, обязательно спрашивать. Кстати, что касается мужиков, тоже самое касается и нормальной полноценной наличия или отсутствия ректильной дисфункции. Понятно, что женщине надо трудно спрашивать мужчину, потому что мужчина никогда не ответит правильно. По трудности представить мужчину, когда скажет, у него там проблема. Но, как-то женщины более идут на контакт, когда вы собираете анамнез у женщины, то обязательно спрашивайте про цикл. Если чувствуете, что это там, она как-то не так отвечает, несколько раз переспросить этот вопрос, что очень часто вас наведет на верный план. Это касается на верный путь, именно на верный путь, поэтому не стесняйтесь или как-то не забывайте, вернее, или и то, и другое, держать у себя в голове, мои дорогие будущие коллеги. В любом случае, ответ на вопрос, лечить или не лечить дисфункцию яичников, в том случае, если общее состояние в этом страдает не сильно, я бы сказал бы так, однозначно, лечить и как можно раньше. Но надо понять, дисфункция это для яичников или нет. Поэтому, если есть какие-то там, вы чувствуете, что очень... Помним, да, мы дни, мы сказали, да, 28 плюс минус 24 дня, некоторые говорят 28 плюс минус 7 дней, делительность 3-5 дня, ну, некоторые говорят 7 дней, и по кровопотере не более 100-150. Вот это очень важно. Сдержим это в голове, помним, не забываем, дисфункция яичников страшна не только своими такими прямыми проявлениями, да, сколько, то есть, ну, понятно, да, бесплодие, да, сколько отдаленными последствиями. Потому что бесплодие, это понятно страшная вещь, но тут и есть и мастопатии, тут и миомы матки, тут и какие-то опухоли, в том числе, злокачественные новообразования половой системы молочных желез, скачающиеся очень печально, да, и тяжелые какие-то эндокринные поражения. Правда, при эндокринных поражениях, еще вопрос, что на первом плане, эндокринка или нарушение женской функции. Ну, в принципе, давайте на этом и сегодня закончим. Все самое главное, что я хотел сказать, уже сказал. Все, благодарю вас за внимание, мы с вами обязательно продолжим. Всего вам доброго, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok